доброго времени суток с вами Даниил Добром и сегодня я продемонстрирую работу операционной системы Calibri NOS данная операционная система полностью российская вот можно прочитать что в этой операционной системе есть есть игры среди которых Doom, Peak, эмуляторы игровых консолей, CD разработки и многие другие программы добавлены утилиты переанализации графических оболочек потестирована и отложена по сравнению с ночной сборкой Calibri вот это основная версия полноценная можно посмотреть обзор ну а мы сразу скачаем 69 мегабайт висит архив происходит загрузка все скачалось закрываем браузер переходим в virtualbox создаем новый проект называем его Calibri выбираем не Linux а OVM такие параметры далее выделяем 1.6 мегабайт оперативной памяти там в общем даже одного гигабайта должно хватить операционная система очень легкая мы ее устанавливать не будем все создали теперь переходим в проводник с помощью встроенного архиватора распаковываем все быстро распаковалось распакован в виде так вот он в Calibri PipeOS весит всего 103 мегабайта запускаем выбираем наш файл загрузка вот он видите показывает только ISO образа мы его быстро находим и продолжаем сейчас все без установки вот 4 секунды просто идет запуск так операционная система спускается просто мгновенно при том что это все происходит на виртуальной машине во время записи видео экрана на моем достаточно слабом ноутбуке курсор мыши выходил нажимаем на контр и все закрываем уведомление сейчас я немножко увеличу масштаб заходим в виртуальный экран масштаб увеличим все что тут интересно ставим галочку все тут есть игровой центр куча разных игр при том что в операционной системе весит всего 100 мегабайт тут есть игры можно играть в такую классическую игру 1048 вот есть старт все простенько данная операционная система будет интересно разработчикам программистам так как это самая легкая среда разработчиков на основе которую можно создать как какой-нибудь интересный проект или например для каких-то частных компаний создать легкую среду для работы каких-то аппаратов так как персоной системы очень быстро и полностью сделано на основе насколько я так знаю очень низкоуровневых языков программирования которые позволяют очень быстро и в режиме реального времени работать с данными также тут есть например демки трехмерные для лабиринта то есть при сонной системы даже несмотря на то что их запись идет очень хорошо также тут есть и другие демки это что-то вроде того что называется у нас benchmark тут мы нажимаем на есть чтобы выйти тут их очень много я их все показывать не буду фейерверк оказывается интересно замечу что система 32 битная так тут есть даже браузер но к сожалению он все еще в текстовом виде кстати у меня на линуксе почему-то всегда интернет есть а вот на виндусе когда я запускаю в виртуальной машине что-либо интернета нет вот это домашняя страница калибривается тут вот можно заходить на сайты вот все открылось но все в виде текстового документа открывается но это на самом деле сделано для того чтобы данную прессовную систему запускать на очень старом железе и тогда текстовые браузеры были в ходу на старых компьютеров ну а сейчас уже данная вещь менее актуальна так же тут есть файловый менеджер есть даже тут диспетчер задач вот может посмотреть сколько прессовная система употребляет 342 мегабайта вот что тут из игры интересно вот например есть 3d игра спускается очень быстро на самом деле это насколько мне так известно это псевдо 3d нажимаем на пробел чтобы активировать рычажок можно тут вот так вот ходить какая головоломка кстати до конца я еще так и не проходил тут два рычажка надо сажать закрываем например танчики старые такие такая игра так тут все тут везде разное управление например тут танчики без нажатия то есть он всегда едет что во всех играх чтобы стрелять нажимаем на пробел и тут еще есть знаменитая змейка не всегда работают кнопки выход тоже простенько такая игрушка также тут еще есть заинтересных игр вот он doom знаменитый не знаю я в такие игры не играл вроде такой вот раньше но это тоже все псевдо 3d тут конечно есть небольшие призы в целом если бы у меня бы сейчас бы не велась бы запись наверное было бы все получше но в целом да еще минус в том что в операционной системе пока еще нет такой вот штуки как настройка расширения разрешение открывающегося окна как видите у меня приложение открыто не на полное окно теперь выходим из игры файл менеджер тут где-то было так это просмотрщик изображения текстовый редактор можно даже их сохранять файл менеджер красивенький кстати тоже опять таки нету увеличение на полный экран можно конечно попробовать какие-нибудь быстрые клавиши ооо сворачивание есть окон интересно интересно такой даже функции у винуса одной кнопкой сворачивать окно вот сюда нажимаем на на правую кнопку мыши и вот она сворачивается раньше я этого не замечал в операционной системе так а вот как расширить окно например на полный экран ооо расширилось как то я и сделал ааа все два раз надо было задать то есть тут довольно много всяких разных функций есть эмуляторы вот как раз дос эмулятор система терминал спец возможности экранная лука экранная клавиатура графический бенчмарк это среда разработки как я понимаю так как тут есть калькулятор блокнот а вот кстати pdf можно читать о сделать скриншот можно о paint так заметки на полный экран не открываются вот еще один paint разная таймер так разработка вот на ассамблере все тут можно разрабатывать таблицы нанделеева из игр например вот эти танчики это тоже головоломка тут нужно двигать так тут наполнится работает тоже мило что тут нету функции на полный транспорт это небольшой минус настройка звука все на этом я заканчиваю обзор данной прессонной системы надеюсь вам понравился мой обзор подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мои сообщества все ссылки будут в описании до встречи в следующих видео до встречи в следующих видео